В окружном музейном объединении состоялась первая организованная экскурсия школьников по пушкинским картам. Программа начала действовать с сентября этого года. Воспользоваться ее могут студенты и школьники в возрасте от 14 до 22 лет. Использовать карту можно для оплаты входных билетов в театры, музеи и концертные залы. Ольга Русл расскажет подробнее. Десятиклассницы из первой школы активируют пушкинские карты. Сегодня запланирована экскурсия в Ненецкий краеведческий музей. Приложение устанавливают вместе, чтобы отработать алгоритм. Заявка на получение пушкинской карты подается через личный кабинет госуслуг. Регистрация в мобильном приложении госуслуги.культура. Для начала нужно оформить эту карту. Далее нужно выбрать регион, в котором ты хочешь посетить музей или какие-либо мероприятия, связанные с культурой. И затем нужно выбрать место, которое ты хочешь посетить. И также нужно затем при помощи специального приложения госуслуги культуры оплатить твой визит. Виртуальной пушкинской картой можно пользоваться с любого гаджета. На карте доступно 3000 рублей. Их можно потратить на посещение музеев, театров и концертных мероприятий. Я считаю, что это очень нужно, потому что важно образовывать школьников в наше время. И это прекрасная возможность посетить новые места, время на которых ты не находил раньше. В центральных регионах России пушкинская карта уже пользуется популярностью среди студентов и школьников. В Ненинском краеведческом музее группа десятиклассников стала первой, для кого провели экскурсию по картам. Это очень хорошо с точки зрения того, что молодежь, может быть, за свои-то деньги не очень хотят идти. А вот если государство платит, то они, в общем, исходят. И для, конечно, роста их культуры это очень важно, что они имеют возможность посещать мероприятия. Причем самые разнообразные мероприятия. Там и театры, и музеи подключены, и выставочные залы. То есть огромное количество. В программе участвуют федеральные, региональные и частные учреждения культуры. Список культурных мероприятий для посещения с пушкинской картой можно найти на портале культура.рф или в приложении госуслуги.культура. Сейчас на данный момент у нас заведено 16 экскурсий, занятий, лекций. Это, конечно же, экскурсия по временной выставке у истоков черного золота, посвященная 115-летию Георгия Александровича Чернова. Мы в дальнейшем тоже все, которые в выставке у нас временные будут работать, мы тоже обязательно экскурсии по этим выставкам тоже будем заводить на пушкинскую карту. По обычным экскурсиям и лекциям, занятиям, то есть это разная тематика, посвященная Великой Отечественной войне и другие темы, связанные с историей округа. Кроме истории гелогоразведки, природы округа, этнография. Первые 50 рублей пушкинской картой потрачены на экскурсию «Жизнь и быт ненцев». В следующем году баланс будет увеличен до 5000 рублей, чтобы у молодежи было еще больше возможностей.